Уважаемые зрители живого телевидения, мы с вами на передаче «Букинг» и в гостях у нас Анна Владимировна Мас. Здравствуйте, Анна Владимировна! Добрый день! А вести передачу буду я, Эдуард Шульман, хотя, если серьезно, то Анну Владимировну никуда вести не надо, она уже всюду дошла сама. И если вы смотрели на нашем сайте, там сказано, что Анна Владимировна выпустила 17 книг, и сама эта цифра вызывает во мне глубокое уважение и даже поклонение. Тем более, что отзывы об этой прозе дали такие люди, которые вошли в историю XX века. То есть я имею в виду историю нашей литературы XX века. И я бы хотел некоторые из них прочитать эти отзывы, потому что самому автору это делать неудобно. А мне бы очень хотелось, я очень кратко их прочитаю, хотя они тоже выложены. Вот смотрите, Анне Масс присуща наблюдательность и сердечность, а главное ее достоинство – юмор. Улыбка автора – самое ценное свойство, которое не изменит, видимо, никогда. Этот юмор все покрывает. Юмор проницательный, помогающий угадывать людей не только в смешном, но и в трогательном. Это написал Павел Григорьевич Антокольский. А вот смотрите еще. Творчество Анны Масс обаятельно. Почему? Может быть потому, что оно легко и сразу завоевывает доверие. Пленяет искренностью и простотой. Может быть потому, что рассказы и повести психологически достоверны, лишены всякой идеализации, согретой неподдельной сердечностью. А может быть, в силу каких-то других особенностей, которые трудно определить и перечислить. Это Алексей Михайлович Файко. Рассказы Анны Масс очень меня порадовали. С какой-то новой стороны раскрылся психологизм писательницы и ее лирический дар. Рассказы очень искренние, удивительно достоверные. По передаче самой атмосферы жизни и жизнеощущения. И очень содержательные. Это сказал Виктор Юзефович Драгунский. Ну вот, казалось бы, тут и надо начинать читать, но я скажу еще буквально два слова. Анна Владимировна Масс работает в том, что называется документальная проза. Это очень обширная область. Если говорить о нашей литературе, то в конце концов, даже ведь слово о полку – это вещь документальная. Не говоря уже о таких родначальниках этого дела, как Радищев и Герцог. И былое дума – это классическая вещь в данном случае. Вплоть до позднего Катаева или Андрея Сергеева, который за альбом для марок получил, значит, букеровскую премию. Вот эта вот самая документальная проза, в самых разных ее разновидностях, она и разрабатывается Анной Владимировной Масс. Ну а о текстах более подробно, может быть, поговорим чуть потом. Потому что мы именно будем знакомиться с текстами как с таковыми. Это самое главное. Пожалуйста. Когда я готовилась к этой передаче, я перечитала кое-что из своих рассказов, последних книг. И с удивлением обнаружила, что я все время пытаюсь догнать уходящее время. Время движется гораздо быстрее, чем мы это представляем. Вот, например, пожалуй, я скажу, что вот эта книга – это не последняя книга, но она уже книга последних лет, ниша. Это не совсем документальная проза, как сказал Эдуард Таранович, но все-таки это ближе к семейной хронике. И она занимает по времени, время, которое в ней происходит, это примерно 89-й, начало 90-х годов. Эпоха, которую мы совсем недавно, казалось бы, пережили. И в то же время мы ее совершенно как будто и забыли. И ругая сегодняшнее время, мы как-то не вспоминаем недавнее время. Вот я хочу прочитать несколько коротеньких отрывков из книжки «Ниша». Эти отрывки не касаются сюжета, касаются чисто хронологии. Вот, например, ноябрь… Нет, не ноябрь. И июль 90-го года. Июль 90-го года. Июль… Никак не открою. Ай, чару не хотите сначала прочитать? А, чару? Хорошо. Хорошо, тогда я прочитаю из последней книги, которая называется «Вахтанговские дети». Рассказ, который называется «Чара». Он относится к 92-му году. Слово «чара», может быть, уже даже многим ничего не говорит. Забыли об этом. А между тем, это было. И если об этом не рассказать, то этого вроде бы и не было. В зимних утренних сумерках выхожу из метро Маяковская, пересекаю Садовое, где стоит памятник поэту, спускаюсь в подземный переход через Тверскую, иду мимо еще запертых торговых киосков по протоптанной в снегу наискосок дорожке и вхожу во двор, где толпятся серые человеческие фигуры. Неказистый дом в три этажа опоясан наспех сколоченной деревянной сквозной галереей. Над одним из проемов галереи висит доска с рисунком, изображающим что-то вроде деревянного ковшика с изогнутой ручкой и надписью «Акционерный коммерческий банк «Чара». Люди подходят к двум еще запертым железным дверям по обе стороны галереи, тычутся, отходят, топчутся по углам двора и в подворотне. Кто-то устроился на стволе спиленного тополя, на каких-то ящиках. Новые все идут и идут, близкие, безликие в рассветной хмаре, деловитые, как муравьи, мотаются от одной группы к другой, спрашивают, кто на получение, кто на вклад. Им отвечают, на какой, на рублевый или на валютный. Посреди двора, положив листки бумаги на капот «Жигулей», активист-доброволец записывает номера и фамилии. Номера в списках четырехзначные, хотя нет еще восьми, а банк открывается в десять. Это еще вчерашние списки. Кто-то дежурил здесь всю ночь, чтобы их сохранить и сегодня с утра продолжить. Пришедший называет свою фамилию, ее записывают, и он записывает свой номер в записную книжку, а некоторые шариковой ручкой на запястье. Как мы, когда-то, в детстве, после войны, только тогда писали химическим карандашом и стояли в очереди за мукой, а теперь стоим за деньгами, чтобы потом, уже без очереди, купить муку и другие продукты. Коммерческих банков в Москве множество. All be Avantgarde, GMM, MMM Imperial – это одни из самых известных. Их реклама не сходит с экранов телевизора. Есть еще десятки, поменьше, с более скромной рекламой. И все они обещают гражданам огромные ежемесячные дивиденды. И граждане доверчиво несут туда свои сбережения. Просуществовав какое-то время, банки вдруг прекращают выдачу денег, а затем исчезают вместе с вкладами и дивидендами. Но тут же возникают новые. Уже подхвачено прессой выражение «банковская пирамида», но не всем еще понятно, что это такое. А вот к дивидендам уже пристрастились и, погоревав о пропавших деньгах, несут остатки в какой-нибудь из воздуха возникший Тибет или Ленин, которые через короткое время превращаются в воздух. Но Чарабанг держится вот уже два года. Люди, которым можно верить, говорят, что он не пирамида, что его директор Рачук – очень порядочный человек. Говорят, он закончил когда-то в ГИК. Недавно была с ним беседа по телевизору, и он произвел на тех, кто его видел, впечатление абсолютно интеллигентного человека. Манера говорить, облик, обаяние – тут трудно ошибиться. Читал собственные стихи, очень неплохие. Говорил о том, что Чарабанг устойчив, что деньги вкладываются в доходные предприятия, в организацию круизов, в коммерческое строительство, что уже в скором времени он начнет активно содействовать развитию российской культуры и уже вложил деньги в создание двухсерийного исторического фильма о Ермаке. Очарованная интеллигенция кинулась в Чару. Развитие российской культуры, конечно, само собой, но и условия очень выгодные и понятные даже тем, кто ничего не понимает в коммерции. 10% ежемесячно от вложенной суммы, ведь это позволит обеспечить себе прибавку к зарплате или пенсии. У кого есть доллары, лучше вложить их и получать проценты в рублях по курсу доллара, а курс сейчас 1 к 5, и он постепенно растет. А если довести вклад до 3 тысяч долларов, то банк выплачивает уже не 10, а 15% от этой суммы. Это ж какие деньжищи! Правда, в Чару идут в большинстве своем люди небогатые, немногие обладают суммой в 3 тысячи долларов, но можно скооперироваться с друзьями. Многие складываются по 6, по 8 человек. Мы тоже сложились с семьей родственника и с другом-геологом. 3 тысяч не набралось, но и 10% тоже неплохо. Сегодня срок нашего договора кончается, и у меня в сумочке в потайном отделении лежит новая стопка долларов, чтобы присоединить их к прежним. И следующие полгода мы будем получать 15%. Родственник заработал в Ираке, друг обменял свою квартиру на меньшую по площади и получил разницу в долларах, а мы сдали на 3 месяца свою квартиру, а сами перебрались на дачу. Каждый выживает как может. Никто не знает в это серое утро, что Чаре Банку осталось жизни меньше года. Он рухнет в октябре 1994-го, в день, названный Чёрным вторником, оказавшись всё-таки пирамидой, поставленной острым концом вниз. Через несколько дней после краха Банка скончается, а может быть, покончит с собой Рачук. Будут говорить об убийстве, о том, что Рачук стал жертвой в руках преступников, начнутся расследования, поиски уплывших на запад громадных денег, толпы околпаченных вкладчиков будут осаждать особняк с галереи на 3-й Тревеской-Ямской, бурлить, составлять какие-то петиции, но, в конце концов, рассосутся ни с чем. Некоторые подадут в суд и спустя год-другой что-то отсудят. Какой-то мизер. Но это когда ещё будет? А сейчас время близится к открытию. Все напряглись к двум железным дверям по ту и другую сторону галереи, заполняя её плотно друг к другу и по всему двору, выстраиваются две очереди. В одной новички, в другой те, кто пришёл за своими процентами. Первая очередь движется медленнее, много времени занимает оформление договора. Эти стоят по нескольку дней, расходясь на ночь, исходясь ранним утром для переклички. Тех, кто опоздал, вычёркивают из списка. Тщетно опоздавшие взывают к милосердию. Закон очереди жесток. Не пришёл вовремя, записывайся в конец. Во второй тоже списке. И те же строгости, но она движется быстрее. И тот, кто записался с вечера, имеет шанс получить свои проценты к вечеру следующего дня. А бывает, что и раньше. Так что лучше не покидать рабочее место. Кто-то может отдохнуть в кабинете своего «Жигуля», кто-то организует себе подмену. Мне же стоять сегодня целый день одной. Ну и что же? Ради месяца безбедной жизни можно и постоять. Давно рассвело, ветер пронизывает, метёт позёмка. Из нашей двери с перерывом в 2-3 минуты начинают выходить те, кто стоял первыми. Выглядывает охранник с маленькой рацией на груди и говорит дежурному по списку «Давай ещё десять!» Дежурный считает 1520-1521. Названный номер какой-нибудь доктор наук произносит свою фамилию и, сопровождаемый лёгким тычком в спину, радостно проскакивает внутрь. Вроде и мороз небольшой, градусов 5, но когда стоишь на месте час и другой, и третий, начинает пробирать до костей. Особенно плохо ногам. Обледеневший асфальт жжёт сквозь подошвы. Стараешься забраться под своды плотно набитой галереи, захватить кусочек территории. Здесь дует сквозь щели и дверные проёмы, но зато пол дощатый и ноги немного отходят. Да и теплее, когда надышат и стиснут со всех сторон. Мучает отсутствие туалета. Мужчинам проще. Отошёл к забору или зашёл в соседний двор. Женщинам приходится бегать через садовое, в сад-аквариум, где есть бесплатный общественный туалет, неотапливаемый и грязный. Есть и поближе, платный, и чуть почище, в здании кинотеатра «Москва», но там не работает женское отделение. Нет воды. Иногда служительница проявляет понимание ситуации и пускает женщин в мужское отделение, группой человек по 10, придерживая мужчин у входа. Те тоже проявляют понимание и терпеливо ждут. Короткий день сменяется сумерками. Мы прячем лица в воротники, притоптываем, дуем на руки. Наверное, мы похожи на зэков в ожидании бани. Нас, конечно, никто не охраняет, но мы и сами бдим. Вдруг вотрётся кто-нибудь без записи. Вдруг будет перекличка, а ты как раз отлучишься, и тебя вычеркнут. Открывается железная дверь. Охранник запускает ещё 10 счастливцев. Очередь, качнувшись, делает шаг вперёд. Седьмой час вечера. В восемь банк закрывается. Успею или нет? Если нет, то завтра нужно будет приехать ещё раньше, чтобы пройти по сегодняшнему списку. Сознание, что все мы здесь, рабы навязанных нам обстоятельств, все в равном положении, всем одинаково плохо как-то успокаивает и рождает даже некую духовную близость, ощущение своей среды. Многие за долгие часы стояния притёрлись, ведут разговоры, улыбаются синими губами, даже смеются, взаимовыручают при необходимости. Кто-то посторожит очередь, пока сосед сбегает позвонить по телефону или в туалет, или к ларьку купить что-нибудь, пожевать себе или соседу по его просьбе. Мне не до улыбок. У меня уже зубы стучат. Прижимаюсь к пожилому, усатому дядьке номеру 3616, и он, словно мы сто лет знакомы, без слов берёт меня под полу своего просторного овчиного тулупа. К нам притиснулась худенькая, лет сорока дрожащая женщина. Её крепко обнял со спины номер 3619. Чтобы усмотреть тут эротику, нужно очень напрячь воображение. В нашей телесной спаянности скорее отзвук пионерских времён, когда один за всех, все за одного. Хотя и это не так. Каждый здесь за себя. Только ведёт себя каждый в рамках своего характера и воспитания. Вот эта дама, например, всё шумит, суетится, всех в чём-то подозревает, подзуживает, прохаживается насчёт еврейской мафии. Может, это её согревает. Её не поддерживают, но и не осаживают, берегут силы. Уже не надеясь, попадаю в долгожданную десятку. Меня отсчитывают и вталкивают внутрь. Не чувствуя ног и рук, поднимаюсь по ковровой дорожке на третий этаж. Здесь, в ярко освещённом коридоре, меня останавливают перед дверью в комнату, где совершаются денежные операции. В ожидании разрешающего кивка охранника и облаженно оттаиваю, прихожу в себя под мягким светом плафонов. Ко мне возвращается способность что-то замечать вокруг, например, гравюру на стене. Подхожу поближе, разглядываю. Это рефлекторное движение, отзвук того человеческого состояния, какое бывает, бывало, как в какой-то другой жизни. На выставках, где что-то обсуждалось с себе подобными, спорила, восхищалась, словом, воспринимала. Сейчас я лишь тупо и благодарно впитываю тепло и свет, как бездомная собака, которую добрые люди впустили погреться, дрожащая голодная собака с пачкой баксов в окоченевших лапах. Сейчас я скажу несколько слов, а вы пока, Владимир, найдите, что бы там хотели в нише почитать, ладно? Ага. Значит, вот об этой книжке «Лахтановские дети», вот она, надо поднять её и показать, вот она. Я ничего говорить не буду, она издана в издательстве, её можно там приобрести, найти и прочитать. Поэтому я не стану о ней ничего говорить, кроме того, что это очень хорошая книжка, по-моему. Скажу об этом тексте тоже совсем немного. Вот эта самая идея о номерах, как она здесь проведена, замечательно. И вы можете сами в этом убедиться, либо книжку прочитав, либо посмотреть на сайте этот текст. Ведь вся эта идея с номерами, не будем далеко ходить. Если вы помните, у Замятина, в «Мы», там люди именно превращены в номера. Во время войны был такой фильм Михаила Ильича Рома, «Человек номер 217». Он сейчас не показывается, но кто видел, тот видел. Или первое название Сложеницына, известная его повесть, она же называлась «Ща», и дальше цифра шла. И Твардовский переменил название «Один день Ивана Денисовича», потому что это не про номер, а это про человека. И вот этот весь рассказ, это рассказ о том, как человек сопротивляется тому, чтобы его сделали номером. Вот, собственно, это его тема, вот данного конкретного отрывка. Не говоря уже про всякие бытовые детали, благодаря которым, если когда-нибудь будет составляться хрестоматия, скажем, как тут жили люди в 90-х годах XX века, то этот отрывок туда вполне может войти. И кроме того, я хочу еще вот что сказать. Как очень сложные вещи, очень сложные на самом деле, Анна Владимировна формулирует просто, вот сознание, что все мы здесь рабы, успокаивает. Вот это очень... Тут есть над чем подумать и посоображать, и посмотреть вокруг, и даже подумать о том, как многогранно устроен человек. Это тема совка. Это тема совка, которая сейчас уходит в прошлое, но вот я его постаралась зафиксировать. И посмотрите, ну вот во что нас превращали. Я нашла эти отрывочки из книжки Ниши. Тоже, наверное, все уже, многие уже забыли, что такое талоны, что такое визитки. Очередь за... Это 90-й год, 90-й. Июль, лето. Очередь за талонами на сахар в Жеке. Рядом другая очередь, сдавать фотографии для визиток. Очереди переплетаются в тесном помещении, путаются, кто за кем и кто за чем. Жара, дышать нечем. Все потные и раздраженные разговоры. Ельцин, Полосков. Да если бы скинуть всех этих коммунистов, то и порядок был бы. Дама с пудельком пытается пройти вперед к двери, за которой талоны. Очередь бдительно смыкается. Да я только что была. Я за паспортом отходила. Не знаем, отвечают ей и еще теснее смыкаются. Откуда в людях столько злобы? Риторически восклицает дама. Оттуда исчерпывающие отвечают ей. Господи, как у нас умеют унижать людей, превращать их в стадо, в рабов. Интеллигентная. И видно, мало еще настоялась. Сила не израсходовала. Другие думают то же самое, но молчат. Чего зря сотрясать воздух. Дожили, вибрирует всем своим нерастраченным возмущением дама. Какой позор! Эти талоны, эти визитки. Да еще терять время стоять за ними. Да чего же противно? Однако не уходит. Становится в конец очереди. Без талонов не выкупишь сахар, а без визитки, удостоверяющей твою московскую прописку, ничего не дадут в магазинах. Я, значит, собираюсь по приглашению в Израиль к сыну. Максим прислал приглашение. Я уже сдала в АВИР анкету и фотографии, а сегодня рано утром поехала на улицу Правды записываться в очередь на обмен валюты. А валюту обменивают 300 долларов, но не больше. В полумгле ненастного ноябрьского утра при тусклом свете витрин и фонарей под падающим мокрым снегом людские завихрения, толчая, хаотическое мелькание тел, спрессованные, напряженно замерзшие группы вокруг кого-то невидимого, кто зачитывает фамилии. Это идет перекличка тех, кто уже записался раньше. Они приехали отмечаться. Те, у кого уже есть паспорт и виза, выстроились вдоль стены дома и к еще запертой двери, отгороженной от бурлящего омута толпы трубчатыми железными барьерами. Дверь откроется в девять, сейчас еще нет семи. Люди стоят всю ночь. Я с отвращением ввинчиваюсь в людской хаос, нахожу таких, как я, мечущихся, растерянных, у кого еще нет ни билета, ни паспорта, ни визы. Безликий общественник со списком в руках записывает меня под каким-то трехзначным номером. Перекличка через неделю. А вот праздник, радостный эпизод. Валя позвонила, подруга моя. Беги на Арбат! Возле Праги дают туалетную бумагу. Побежал. Грязные потоки на мостовой. Арбатская толпа тоже грязный поток. Грубые оклики, сквернословия, плевки. Вдоль заборов и нищих витрин молодые навороченные люди продают советский кич. Матрешек с лицами Горбачева, Брежнева, Сталина. Самовары, расписанные под хохлому. Палехские шкатулки, брошки. Несуразно высокие цены на эти товары вызывают даже не возмущение, а недоумение у людей, стоящих в очереди за колбасой по 2,40. Колбаса-дряне, все это знают, но другой нет, и это-то редко бывает. Поэтому очередь уже не помещается в магазине и выплеснулась на улицу. Впускают порции. Лица усталые, серые, покорные, опавшие, понурые, без игры эмоций, без любви к ближнему. Наша очередь повеселее. Может быть, потому что движется попроворнее, и торговля прямо на улице, и за спиной у продавщицы много больших коробок с вожделенным товаром. Так что есть надежда, что достанется, и что через каких-нибудь час-полтора ты достоишься и с победой отправишься домой, перекинув через плечо свою добычу. Десять рулонов, нанизанных на веревочку, и прохожие будут смотреть тебе вслед и уважительно спрашивать, извините, где вы брали? А вы не скажете, там еще много. А вот Союз писателей выдал талоны на товары в пассаж и писатели в пассаже. В пассаже распродажа товаров в Петровском пассаже. В Петровском пассаже, да. Талоны распределяли в Союзе писателей только членам Союза. Полный магазин писателей дают кофемолку или миксер одной из двух, ткани по пять метров пальтового материала и по 12 метров сица, сумку хозяйственную отечественного производства, но хорошую, и ковер. Глаза разбегаются от такого выбора. Занимаем очередь сразу во все отделы. Активная деятельность Содвижения Апрель Аллы Гербер румяная от счастья обняла только что купленный рулон ковра. Ярый антисемит и памятник Михаил Варфоломеев стоит в очереди за миксером. За ним новый мировец шестидесятник сподвижник Твардовского Игорь Виноградов. Лев Разгон, прошедший сталинские лагеря и ссылки, написавший об этом книгу непридуманное, потерял свою очередь за пальтовым материалом и деликатно выясняет, за кем он занимал. Я помню, что передо мной стояла женщина в розовом пальто. Ему отвечают, в розовом стояла, а вас я не помню. Стоял, стоял, вступается за разгон и патриот Личутин. Зачем говорить, что не стоял, если человек стоял? Тогда с вашего разрешения я еще раз отойду, проверю, как движется очередь за сумкой. Прямо как в джунглях во время засухи тигры и олени мирно пьют из одного источника и никто не выясняет политических отношений. Я еду в Израиль через Кипр, маленький городок Ларнака, куда высыпали из автобуса приехавших советских, тех, кто едет в Израиль навещать своих близких. А там что, через паром, что ли, вы не ехали? Да, и мы ждем парома. А паром опаздывает. И мы ждем в городе. Вид наших в городе это что-то непередаваемое. Бледные, мятые, нелепо тепло одетые, скованные и испуганные, как хомяки, которых выпустили погулять из клетки. Неужели и я такая же? Да, точно такая же. С тем же тупым недоумением бабы из глухой деревни смотрю на витрины небольших аккуратных магазинов, где выставлены фотоаппараты и парфюмерии, магнитофоны и кроссовки. И любой человек может вот так вот прямо зайти и купить все это без талона, без визитки. Любой, кроме совка с его нищенской валютой. Но хоть постоять, впитать взглядом это изобилие, поцелиться из Монте-Кристо. А овощные лотки на каждом углу, клубника, ананасы, апельсины. В жизни не видела таких апельсинов с веточками, чисто-чисто оранжевых и словно в дымке. А бананы, господи, как я люблю бананы! Бывало, выбросят их на Арбате в консервах. Отстоишь очередь, просишь выбрать пожелтее, а в ответ берите, какие дают женщины, а то и этих не будет. И берешь зеленые, твердые, и они недели две доходят в шкафу, завернутые в газету. Вкус у них, дошедших, был какой-то мыльный, но все равно общая семейная радость. Бананы, а тут желтые, в коричневую крапинку, тяжеленькие, мягкие, даже на взгляд, шкурка вот-вот лопнет от спелости. Цена 90 центов кило. Купила гроздь за 75 центов и ела на ходу. Вот примерные отрывки, которые, ну просто вот видно, как мы из совков, в общем, превратились потихонечку в людей. Ну, некоторые превратились. Нет, ну некоторые превратились, но вот, скажем, мы с вами уже не такие. Я не знаю. Про себя не могу сказать, какой я делать темное. Ну вот тут я несколько слов хотел бы вот о чем сказать, что вот то, что Анна Владимировна читала, если говорить о жанре, то вот эти все вещи, они как бы выросли из очерка. Ну в основе это как бы некий очерк, вот автор видит и рассказывает нам. А у Анны Владимировны есть такие вещи, которые я бы назвал документальной билетристика. Когда действуют герои под именами, под своими именами. Вот как они есть в жизни, как они называются, вот такие герои и действуют. Построен некий сюжет иногда. И значит из этого сюжета что-то вытекает. А иногда, потому что документальные вещи автор занимается не столько построением сюжета, сколько судьбой реальных людей. И вот эта судьба реальных людей, которая как бы существует поверх сюжета, вне сюжета, она соединяется с ним, с сюжетом. И получается вещь очень даже интересная не только в читательском таком смысле, вот читать интересно, но это интересно даже и как ну по жанру, что ли. я вот не знаю какой рассказ Анна Владимировна будет читать. Ну вообще-то ну давайте будете Женьку. Тут понимаете в чём проблема. В том, что я бы хотел, чтобы эта передача строилась именно передача не о текстах, а чтобы тексты звучали сами. Поэтому тексты мы выбираем сравнительно короткие. Вот собственно что нас заботит. Нет, давайте этого самого. Ради бога, я не знаю сколько он длится, сам-то текст замечательный, по-моему. Давайте Болгарию. Ну давайте ту. Болгария, София. Тянулся тусклый вторник. На большой перемене, сдувая у ёлки английский, я мечтала о каком-нибудь событии, которое сделало бы этот вторник не таким тусклым. Но ничего не обещала никакого события, разве что заболеет англичанка. И вдруг минут за пять до конца перемены в класс вошла пионер-вожатая Анечка и звонко крикнула внимание шестой а важное сообщение пришли письма от болгарских пионеров, которые хотят переписываться с нашими пионерами. Кто хочет принять участие? Я, я хочу, заорала я с несвойственной мне быстротой реакции, опередив многих, которые тоже выразили желание. Вот оно, то самое. Недаром у меня с утра было какое-то предчувствие. «Тогда выбирайте представителей и после уроков идите в дом дружбы за адресами», сказала Анечка. Дом дружбы находился недалеко от школы, на Кропоткинской, сразу за домом ученых, в светло-зеленом особняке с белой лепниной и узкими высокими окнами второго этажа. По-настоящему организация, которая там обитала, называлась что-то вроде «Комитет по культурным связям со странами социалистического лагеря», но в нашем обиходе принято было называть его просто «домом дружбы». Слегка волнуясь, мы, пятеро представительниц, разделись в гардеробе и поднялись на второй этаж по широкой пологой лестнице. Зал, в котором мы очутились, поражал великолепием, особенно по контрасту с только что нами покинутым душным и тусклым классом, пропитанным испарениями наших тел. Здесь воздух был свеж, паркетный пол блестел, блестела поверхность большого овального стола, отражая свет люстры, блестели и переливались подвески светильников в простенках между окнами. Наискосок в углу за письменным столом сидела, как добрая фея, начальница всего этого блеска, средних лет, в очках, гладко причесанная, в белоснежной кофточке, похожая на учительницу в ее идеальном варианте, словно искусственно созданную в духе социалистического реализма. Мы хором поздоровались. В своих плоснящихся на заду коричневых платьях с заскорузлыми подмышками мы были тут как пришельцы из другого мира. Не знаю, как остальные, а я ощущала себя примерно так, как могла бы ощущать себя чернильная клякса, упавшая на белую глянцевую страницу подарочного альбома. Особенно угнетала лиловая штанина, которая из-за слабой резинки спустилась ниже колена и виднелась из-под платья. Вечная проблема тогдашних женских трико. Резинка то врезается до боли, то если чуть ослабишь, не держится. Все время приходилось помнить о сползающих штанинах, улавливать момент, когда они уже начали свое неотвратимое движение вниз поляшки, но еще не вылезли наружу, и успеть подтянуть повыше, стараясь сделать это как можно более непринужденно. Это ужасно нервировало, особенно на людях в такой вот обстановке. Единственное, что я могла, это прикрыть колени портфелем, взяв его обеими руками за ручку и якобы задумчиво похлопывая себя по ногам. Здравствуйте, девочки, вы за письмами? Доброжелательно спросила фея. Берите, пожалуйста, стулья, присаживайтесь. Мы сели на кончике атласных сидений. Вы уже, конечно, в курсе, с улыбкой продолжала она, что становитесь участницами ответственной политической акции, которая будет осуществляться под контролем нашего комитета. Вашими адресатами будут пионеры молодой народной демократической республики. Пишите им о своей пионерской работе, о жизни и достижениях своих родителей. Не бойтесь писать и о недостатках. Словом, пишите обо всем открыто и правдиво, как свойственно пионерам. Письма приносите нам, мы их будем отправлять сами и ответы будете получать тоже у нас. Развязав тесемочки папки, она достала три удлиненных конверта с красно-синей окантовкой. Мы рванулись, у стола произошла короткая, молчаливая, но остервенелая толкотня, и один конверт оказался у меня в руках. Он был разрезан аккуратно по краю, и из него выглядывал исписанный театральный листок в линеечку. Слова на конверте были русские, но какие-то странные, словно не совсем правильные. Я прочитала Булгария почему-то с твердым знаком вместо О, София, и еще Георгий Цветков-Грозданов, имя того, с кем мне предстоит переписываться, имя мальчика. Нинка и Ёлка тоже выдрали себе по письму, двоим не досталось, но фея учительницы их успокоила. Тут еще целый список адресов. Вот, возьмите, выберите себе и отдадите желающим. Я шла по улице и на ходу вчитывалась в письмо. Многие слова были непонятны или полупонятны, но в их затуманенности, в обилии твердых знаков, в замысловатых падежных окончаниях была особая прелесть, будто смотришь сквозь продышенный кружок зимнего троллейбуса, на дробящееся очертание города, угадывая, где едешь, или сквозь текучую воду. Слова преломлялись, как ракушки или камешки на дне реки. Из фраз и слов возникал не смысл, а образ. Образ живого мальчика с рыцарским именем и нежной цветочно-виноградной фамилией. Он разговаривал со мной, я ему отвечала, и мы понимали друг друга. Я уже любила своего мальчика, и он тоже меня полюбит. Не такую, конечно, какая я есть, а какую сама себя сочиню для него. И уже сочинялась, спотыкаясь, наступая в лужи, никого не видя вокруг, со своей штаниной, вылезающей из-под короткого пальто, парила, вознесенная воображением высоко-высоко, счастливая и свободная, как лягушка-путешественница. Я думала, что мама тоже обрадуется, но когда с порога я радостно выпалил про письмо от мальчика из Болгарии и показала конверт, мама посмотрела на него так, как будто это была полудохлая мышь. Сейчас вроде не шевелится, но в любой момент может ожить и прыгнуть. Надеюсь, ты не собираешься ему писать, сказала она брезгливо. Как не собираюсь? Вот именно собираюсь, удивленная такой странной реакцией, ответила я. Только переписки с заграницей нам не хватало, сказала мама. Не с заграницей, а с пионером из Болгарии через Дом Дружбы под их контролем. Они сами будут отсылать. Мама открыла рот и уже набрала в грудь воздуху, но ничего не сказала, а быстро прошла на кухню и так же быстро вернулась. Ну вот что, сказала она, я тебе запрещаю категорически. Почему? не понимала я. Объясни, почему? Потому что это плохо кончится. Почему плохо кончится, закричала я. Ну почему? Не кричи, папа работает. Еще громче закричала мама. Из кабинета вышел папа и спросил, что тут за скандал. Она собирается переписываться с Болгарией, гневно дыша, сообщила мама. Ну и что, пусть переписывается, сказал папа. Эти вполне нормальные слова вызвали у мамы такую вспышку негодования, как будто папа вышел голый к гостям. Ты что, с ума сошел? закричала она. Тебе мало одной ссылки? Ты что, забыл, где ты живешь? Ну так тебе напомнят. Но в конце концов нельзя же теперь бояться всего на свете, сказал папа. Нет, именно можно, если живешь с такой идиоткой, как наша дочь. И мама с такой силой захлопнула за собой дверь своей комнаты, что на кухне упала крышка от кастрюли и долго жалобно дребезжала, крутясь на полу, пока не затихла. Папа виновата взглянул на меня, развел руками и снова ушел в кабинет сочинять со своим соавтором Червинским политический памфлет в стихах про бандита, который ест из американского корыта, но карта его бита и так далее. Целиком этот острый фильетон вскоре напечатают в журнале Крокодил под названием Тито с Уолл-стрита. Я ревела, стараясь не капать на конверт. За что? За что мама так сразу возненавидела моего болгарского друга? Что он ей плохого сделал? Почему нельзя с ним переписываться? Все равно буду ему писать, потому что несправедливо. Вечером к нам пришел дядя Йосиф, мамин брат, и сказал, что хочет со мной поговорить. Мы сидели на кухне, и дядя Йосиф долго, мягко объяснял, почему сейчас опасно переписываться за границей. Он говорил, что наши невидимые враги там, за границей, только и думают о том, чтобы завербовать побольше советских людей в свои шпионские сети. Они могут воспользоваться моей доверчивостью и политической незрелостью, и я сама не замечу, как окажусь в их сетях. Конечно, их разоблачат, как разоблачают всех врагов народа, но вместе с ними могу пострадать я и мои родители. Дядя был журналистом, работал нигде нибудь, а в газете «Правда» я ему верила, я и сама знала, читала, смотрела в кино и про сети, и про врагов народа, «Но я-то не собираюсь писать ничего такого, я хочу просто дружить с мальчиком, с пионером из народной демократии, там же социализм, как у нас, при чём тут шпионы?» Когда дядя ушёл, я спрятала письмо между страницами альбома для рисования и сверху накрыла коробкой с акварельными красками, всё равно буду переписываться. На следующий день, когда я пришла из школы, альбомы краски лежали на своём месте, а письма не было. Я раз в десять перелистала альбом, искала в ящиках стола, под столом, на полках. «Ты идёшь, наконец, обедать?» позвала мама из кухни. Суп остыл. «Мама, ты случайно не видела письма?» спросила я. «Какого письма?» оскорблённо удивилась мама. «Откуда я знаю, где твоё письмо? Где ты его положила, там его и ищи. Его там нет. А я при чём? Какое я имею отношение к твоему письму? С какой стати ты меня об этом спрашиваешь?» закричала мама с такой преувеличенной искренностью, с какой она обычно говорила неправду. И всё-таки, ещё надеясь на чудо, я опять и опять пересматривала, перетряхивала своё хозяйство, даже рылась в мусорном ведре. Всё было бесполезно. Главное, я не запомнила ни улицы, ни номера дома. Осталась только Булгария с твёрдым знаком, София, Георгий, Цветков, Грозданов. Спасибо. Тут, как вы заметили, то есть услышали, действует Владимир Захарович Мас, который с одной стороны был советский драматург и писатель-сатирик, а с другой, он был человек Серебряного века, потому что он был на три года моложе Маяковского и на один год моложе Есенина. И Маяковского он видел, и может быть, даже был с ним знаком, и там Владимир лучше знает. А Есенина тоже, конечно, видел. И я вот думаю, что нашему поколению, вот которому я принадлежу, нам в одном смысле посчастливилось, с других, может быть, тоже, но в одном посчастливилось, что мы застали некоторых людей Серебряного века. А вот у Анны Владимировны был такой отец. И я думаю, что сама Анна Владимировна, ну, какой-то своей частью, наследованной от родителей, она тоже человек Серебряного века. Именно в частности поэтому она так реагирует на совковость, то, что она называет, и во всем об этом пишет. И еще бы хотел вот о чем сказать. Как тут замечательно написано о этой самой женских панталонах, которые, понимаете ли, вылезают из-под платья, из резинки. А в чаре, если вы помните, там, значит, как рассказано об этих мучениях с туалетом. Вообще, литература 20 века, она отличается тем, что в ней обязательно присутствует физиология. Крупный автор 20 века вообще без физиологии как бы не мыслим, что у нас тут долгое время как бы не понимали. Я еще помню, это было, представьте, на моей памяти, как на первом, на втором съезде Союза писателей полвека назад выступал Довженко. И Довженко сказал знаменитые слова, что когда потомки будут читать наши вот советские книги, они не поймут, откуда дети рождались. Вот такие были книги. Ну, а еще хочу обратить ваше внимание вот на такие, скажем, вещи, как это замечательно записано, что и уже сочинялась, спотыкаясь, наступая в лужи, никого не видя вокруг, со своей штаниной, вылезающей из-под короткого пальто, парила, вознесенная воображением высоко-высоко, счастливая и свободная, как лягушка-путешественница. То есть тут такая, как бы, ну, комическая патетика в этой штуке достигается. По-моему, это очень хорошо записано просто. Ну и там тоже, в конце, если вы помните, сказала мама с искренностью, с которой говорила неправду. вот это вот то самое, что и отличает литературу. Нам тут ничего, повторяю, не объясняют, нам представляют ряд картинок. И по этим картинкам мы можем судить о жизни. Анна Владимировна, кажется, тут уже говорила, что одна из её тем это движение жизни. Вот это происходило в 1947 году. Сейчас, наверное, будет другой рассказ, который происходит в другом году. Давайте так, я прочитаю другой рассказ, который связан с этим рассказом и отстоит от него на 10 лет. 10 лет прошло. Значит, это был 1947 год, а это 1957 год. Те же примерно герои. Немножко другое время, но ещё тоже после сталинской эпохи, но ещё мы остались прежними. Ломаемся как-то немножко так вот. Называется рассказ «После фестиваля». Фестиваль молодёжи и студентов в Москве летом 1957 потряс нас открывшимися перспективами. Словно распахнулись наглухо запертые железные ворота в загадочный мир, на который мы до этого жадно смотрели сквозь щёлочки и дырочки плотного забора, а тут он сам ворвался к нам во всём своём карнавальном блеске со своими песнями, улыбками, танцами, и мы слились в дружеском хороводе. Эти парни и девушки были так не похожи на нас, их непринуждённость, раскованность, открытость, то, как они обнимались и целовались прямо на улице при всех, всё это приводило нас в восторг, а их одежда восхищения вызывали не столько даже экзотические покрывала африканцев или яркие сари-индусок, сколько настоящие джинсы и узкие брюки. Большинство из нас лишь слышало и мечтало об этих грубых, необыкновенно прочных и удобных ковбойских штанах, а узкие брюки у нас носили только стиляги, за что их отлавливали дружинники и позорили журналисты, обзывая плесенью и папиной победой. При всём том у нас не было чувства ущемлённости, мы были хозяевами, принимали гостей, дарили им Москву, братались, обменивались сувенирами, понимали друг друга, не зная языков, это было какое-то вдохновение, полёт души. Праздник кончился, а мы продолжали жить в его атмосфере, собирались компаниями, вспоминали разные случаи. Шурка Червинский очень смешно изображал, как они с двоюродным братом Димой клеили на улицах наших девчонок, нарочно коверкали русский язык, выдавая себя за иностранцев. Мы падали со смеху, вообще эмоции и впечатления били ключом, мы все почувствовали себя немножко другими после фестиваля, как будто гости оставили нам в подарок огонёк своей внутренней и внешней свободы. Бдительные комсомольские органы тут же почуяли этот огонёк и принялись его гасить. Так сказать, погуляли и хватит, пора возвращаться к уставным отношениям. Снова мы дохли со скуки на политинформациях и комсомольских собраниях, снова поднимались с мест как один и заводили унылым хором дети разных народов, мы мечтою о мире живём, в эти грозные годы мы за счастье бороться идём, но огонёк не газ, а наоборот разгорался. По Москве разбуливали иностранные туристы, приезжали студенческие делегации, им показывали мавзолеи, Третьяковскую галерею и непременно возили в университет на Ленинских горах, недавно построенный высотный дворец, где на втором курсе биофака училась моя двоюродная сестра Маринка. Ей, неплохо болтающей по-английски и положительно проявившей себя во время фестиваля, комсомольский комитет часто поручал проводить студенческие экскурсии. Для Маринки это каждый раз было чем-то вроде продолжением фестиваля, его праздничным отзвуком. Кроме того, об этом она, разумеется, в комитете комсомола не говорила, но со мной делилась. Иностранные студенты нравились ей гораздо больше, чем наши. Своей открытостью, отмытостью, готовностью к шутке они являли явное преимущество перед нашими с их высоко стриженными затылками фасона полубокс, нечищенной обувью и топорными манерами. Я-то верила ей на слово. К нам на филфак, в старое здание на Маховой иностранцев редко водили. К тому же у меня вот уже год был постоянный друг, или, как в те времена выражались, хахаль. И он не любил никаких моих общений на стороне, тем более с иностранцами. На одной из университетских экскурсий Маринка разговорилась с очень понравившимся ей студентом из шведской делегации. Она сказала ему, как бы между прочим, что вот, иностранцам показывают только официальные исторические места, а настоящую Москву с ее переулками, сквериками, двориками не показывают, а это-то как раз самое интересное. Борис Хольм, имя с ударением на первом слоге, так звали юного шведа, с энтузиазмом ответил, что было бы замечательно, если бы она согласилась с ним встретиться и показать ему настоящую Москву. Они договорились на завтра в воскресенье, в 12, у гостиницы Центральная, где разместили гостей. На завтра в 10. Маринка позвонила мне в полном отчаянии и прорыдала, что все сорвалось, потому что она с дуру проговорилась родителям про свидание со шведом, а те устроили ей дикий скандал и не выпускают из квартиры, и что я должна пойти в Центральный и передать Борису Хольму от нее записку, чтобы он не подумал, что она скрутила ему Динаму. Ко мне должен был прийти Игорь, мой кавалер. Мы договорились пойти в кино. До его прихода оставалось полчаса. Я поднялась к Маринке на пятый этаж и позвонила. Тетя Лена открыла и тут же заперла за мной дверь на ключ, а ключ положила в карман фартука. Скандал и в самом деле имел место, но нападающей стороной, как мне показалось, были вовсе не родители. «Отдайте ключ!» кричала Маринка. «Не имеете права, я уже взрослая!» «Маринушка», жалобно взывал дядя Иосиф, «ты сама не осознаешь, чему ты себя подвергаешь. Тебя обвинят в связи с иностранцами». И в светлых, чуть на выкате глазах прошедшего войну, журналиста трепетал страх. «В какой еще связи?» орала Маринка. «Москву показать связь?» «У вас грязное воображение, вам бы только все опошлить». «Я тебя заклинаю!» стонал дядя. «Тебя исключат из комсомола, из университета, ты себя погубишь. Нечего меня запугивать, откройте сейчас же дверь». Тетя Лена мученически молчала, не вынимая руку с зажатым ключом из кармана фартука. Наверное, такое же выражение лица было у муция с циволой после известной процедуры сжарований. «Я была полностью на стороне Маринки. Ко мне снова подкатила волна обиды за мою десять лет назад растоптанную любовь к болгарскому пионеру Георгию Цветкову Грозданову, когда мои родители и тот же дядя не дали мне с ним переписываться, выкрали письмо с адресом, сбили в лёд трепетное чувство. «Чтобы я ещё раз когда-нибудь вам хоть что-нибудь рассказала, пообещала Маринка, после чего мы с ней уединились, и она стала писать записку, одновременно давая мне указания. Ты его сразу узнаешь. Он очень высокий, худенький, а волосы такой шапкой, светлые, очень густые и вьются, совершенно как у Вана Клиберна. В апреле в Москве был международный конкурс имени Чайковского, и всех свёл с ума занявший первое место обаятельный юный американец Ван Клиберн. «Только ты ему не говори, что эти сволочи меня не пускают, я тут пишу, что заболела». Игорь ждал меня во дворе. Я сказала, что кино откладывается, что нужно срочно подъехать к Центральной, выполнить Маринкино поручение. Мы доехали до Пушкинской площади, прошли по улице Горького и встали наискосок от подъезда гостиницы на остановке двадцатого троллейбуса. Ровно в двенадцать из подъезда вышел высокий юноша с копной светлых, бьющихся волос, с голубыми глазами на симпатичном полудетском лице. Хотя у подъезда топталось довольно много народу, ошибиться было нельзя. Он действительно был очень похож на знаменитого пианиста. Оставив Игоря в сторонке, я подошла к юноше и на всякий случай спросила, «Борис Хольм?» «Ес», – удивлённо протянул он. «I am sister of Marina», – объяснила я, пускаясь в трудное плавание по морю английского языка на своей дырявой лодке. «She cannot err today to come. She is ill. She sent you this note». Я достала из сумочки записку и передала ему. Он прочитал. Его простодушное лицо выразило огорчение и разочарование. Поручение было выполнено. С облегчением произнеся гудбай, я повернулась и пошла к своему избраннику, невольно сравнивая его призёмистую, коренастую фигуру с элегантным обликом шведа и стараясь, чтобы результат этого сравнения не был заметен на моём лице, так как мой друг был самолюбив и очень обидчив. Что-то ему передала кретинка белыми губами, спросил он, глядя куда-то за мою спину. Я обернулась и увидела, что какой-то человек в клетчатой рубахе, кажется, один из стоявших у подъезда во время моего разговора со студентом, направляется к нам. Записку от Маринки, объяснила я. А что? Игорь втащил меня в отходящий троллейбус и сам скачал на подножку. Человек в клетчатой рубахе остался на остановке. Ты что, совсем того? При всех передавать иностранцу записку? Идиотка! За вами же следили! Должно быть, во мне действительно что-то было, что давало моему спутнику права на столь резкое определение моих мыслительных качеств. Все же его страх передался мне. Следили? Вот кошмар! Могли запросто арестовать из-за дурацкой записки. На первой же остановке Игорь выдернул меня из троллейбуса. Мы перебежали улицу, тут же вскочили в другой, идущий в сторону Маяковской. От Маяковской молча и сосредоточена, заметая следы, как партизаны, долго петляли какими-то дворами, пока не очутились на Тверском бульваре перед Литературным институтом, где мой спутник учился на поэта. Слева от учебного корпуса в длинном одноэтажном строении в одной из тесных писательских квартирах жила ёлка. Мы позвонили, и она нам открыла. Эту квартирку с кухонкой за кутком занимал до 51-го года Андрей Платонов с семьёй, а теперь две его небольшие смежные комнаты отдали ёлкиному отцу, писателю Августу Явичу. В третьей комнате жила их молчаливая соседка с дочкой лет 13-ти. Год назад к соседке вернулся муж, угрюмый, костлявый человек с металлическими зубами. Кажется, он тоже был литератором, но я как-то не удосужилась узнать его фамилию. У него был взгляд человека, который не совсем понимает, куда он попал и как себя вести в этой благополучной обстановке за гостеприимным столом ёлкиных родителей. От него исходило такое внутреннее напряжение, что казалось, он вот-вот взорвётся от какого-нибудь пустяка. Вскоре ему с семьёй дали квартиру, и ёлка тут же перебралась в освободившуюся комнату. Повесила над тахтой портрет неизвестной Крамского, какие-то фотографии. У окна поставила письменный стол, завалила его конспектами и учебниками, перетащила от родителей туалетный столик с зеркалом, кресло, пуфик, всё это тоже завалило одеждой, коробками, книгами. Получилась захламленная, но уютная нора, в которую можно было прийти в любой день и час. Ёлка принесла нам чаю, хлеба и докторской колбасы. Мы ели и возбуждённо рассказывали о том, что с нами произошло. С моим другом Ёлка была хорошо знакома, так же, как и я с её другом, Лёнькой, тоже студентом литературного института, только не поэтом, а прозаиком. Мы довольно часто собирались вчетвером, когда мои родители уезжали на дачу с ночёвкой, пили вино, курили. Игорь и Лёнька яростно спорили, не сходясь во вкусах ни на поэзию, ни на прозу. Отспорив и допив вино, мы тушили свет, заводили проигрыватель и танцевали. Потом Ёлка и Лёнька уходили в соседнюю комнату, а мы с Игорем оставались в этой. И у нас происходило то, что ещё недавно было для меня жгучей тайной, а теперь обернулось какой-то непристойной обеззаловкой. Я даже не обижалась, когда мой напарник в какие-то особенно важные для себя моменты в сердцах сравнивал меня с бревном или с рыбой, потому что признавала, что эти сравнения в какой-то степени справедливы. Может быть, основная причина такой моей индифферентности заключалась не столько в моих малых чувственных способностях, сколько в том, что мой соратник успевал за день общения так осточертеть мне своим гонором, беспричинной ревностью и занудством, что когда дело доходило до главного, то из всех испытываемых мною эмоций доминировали досада и скука. Но я была воспитана на классике и убеждена, что без любви отдаются только развратные женщины, а мне не хотелось считать себя такой, поэтому я из последних сил внушала себе, что люблю Игоря, только сама этого ещё пока не осознала. Слышь, старуха, попив и поев, обратился к ёлке мой спутник. Мы тут посидим, а ты выйди, погляди с бульвара, ходит кто около дома или нет, только сама не засветись. Ёлка пошла смотреть. Страх мой давно исчез, я была уверена, что никто нас больше не преследует, а может, и с самого начала не преследовал, разве что, когда мы удрали, тот в клетчатой рубашке подошёл к студенту и отобрал записку, а там ни адреса, ни фамилии, только объяснение, почему не смогла прийти. Вернулась Ёлка и сказала Игорю, да ну тебя, никого там нет. Тогда так, сказал он с суровой интонацией командира, отдающего приказ своим подпольщикам уходить по крышам. Я выйду первый, пройду проходными дворами, ты выходи часа через пол, косынку надень какую-нибудь для маскировки, следи, чтобы хвоста не было. Я уж сегодня к тебе не поеду, завтра созвонимся. Ну, бывайте. Он ушёл, а мы с Ёлкой ещё долго сидели, откровенничали, как в школьные годы. Ёлка призналась, что Лёнька ей что-то разонравился. Тогда и я призналась, что мой мне давно уже разонравился. Почему-то нас обеих очень развеселила такая синхронность. Ёлка сказала, что у них в институте связи есть очень симпатичные ребята и что в субботу будут танцы, и предложила пойти туда вдвоём, а Игорю и Лёньке ничего не говорить, потому что, объяснила она, хахали приходят и уходят, а лучшие подруги остаются. Меня поражает в этом тексте то, что я бы никогда сделать не мог. То есть тут все герои названы своими собственными именами. Некоторых из них я лично знал примерно в то же время. И тем не менее, Анна Владимировна так делает. Она называет их собственными именами. Это как бы, если угодно, такой очерк, поскольку все названы своими именами. Вместе с тем, это, конечно же, рассказ. И это вот сам этот способ писать рассказ, не изменяя имена, и доводить конкретных людей, реальных конкретных людей до обобщения. Вот это вот очень удивительно. Так, в принципе, мало кто делает. Мало кто делает. И мало у кого получается. Ну, представьте себе, что если бы, не знаю, там, Лев Николаевич Толстой взял эту историю, которую ему Коня рассказал, и писал бы в воскресенье под собственными именами всех тех людей, которые... Нет, он все придумал и додумал, и так далее, и так далее. Это традиционный путь. А тот, которым идет Анна Владимировна, это путь вообще очень такой ну, необычный. Необычный. Вот у нее получается, вот ей нужно так, чтобы эти люди были сами собой, назывались сами собой. Я думаю, что тут еще есть такая сложность, что когда они сами про себя читают, то они, наверное, может быть, и не говорят ничего такого, но думают неизвестно что. Вообще это очень страшно, мне кажется, вот показать той же вот девушке, которая елка, например, что как она тут существует. Но она вроде бы ничего. Тут нормально. Я думаю, что мы с вами успеем прочитать, если тот самый рассказ, который, значит, мы отложили на конец, он вроде бы самый длинный. Я думаю, что мы поспеем. Не намного длиннее. Но если вы хотите что-то сказать еще... Я хочу сказать, что я называю собственными именами людей, которых я очень люблю. И они сейчас уже старые, а некоторых из них уже нет на свете. Мне хочется их оставить в памяти такими, какими я их вижу. Может быть, они себя видят другими глазами, но все-таки они не обижаются, потому что это через любовь мою как-то... Ну, может быть, вы правы. Может быть, действительно, через любовь и возможно. А может быть, я не права, и так нельзя. Нет, так можно. Раз у вас получается, значит, можно. Тут не о чем говорить. Во всяком случае, да, но мои друзья, которые читают мои книжки, остаются моими друзьями. Я должна сказать, что я не принадлежу к Серебряному веку просто по... по эпохе. А детство мое прошло в вахтанговской среде, в среде театральной. И я сейчас прочитаю рассказ о пионерском лагере Плёскова, где дети вахтанговцев отдыхали каждое лето. Это под Москвой по Калужской дороге. Рассказ называется Женька, Гришка и Валя. Я тут тоже называю своими именами. Когда с первой смены приехал Женька Шиферс, девочки от младших до самых старших просто ошалили. Такого красивого мальчика у нас в Плёскове за все годы ещё никто не помнил. При том, что вообще красивых мальчишек было много, хотя бы Мишка Державин или Сашка Збруев. Но они были свои, привычные, и к тому же из второго отряда. А этого новенького определили в первой. Ему было уже 13. До сих пор вне конкуренции в смысле внешности считался Гришка Абрикосов. В то лето ему исполнилось 15, и он уже вышел из пионерского возраста и витал, может быть, только чуть пониже пионервожатых. Красив он был, как Аполлон. Осознавая свою божественную неотразимость, он позволял себе грубейшие нарушения дисциплины, например, курение. Ему это сходило с рук, и не потому, что старший, и не потому, что сын знаменитого Абрикосова, а потому, что перед его снисходительным олимпийским высокомерием перед родинкой над верхней губой трепетали даже 18-летние девушки пионервожатые. Он был так красив, что в него даже трудно было влюбиться, ведь влюбленность предполагает хоть какую-то надежду на взаимность, Гришка же был слишком упоён собой, чтобы ещё на кого-нибудь тратиться. А Женя... Но об этом лучше в стихах. Стихи сочинила Юлия Некрасова в ритме популярной тогда эстрадной песенки «Мандолина, гитара и бас». Жили девочки в лагере дружно, улыбались, смеялись всегда, и любить никого им не нужно, хоть любовь и была иногда. Но приехал красавец-мальчишка и пленил всех девчонок с собой, отлетел даже в сторону Гришка со своей красотой. Пожалуй, всё-таки сказано было не совсем справедливо по отношению к Гришке. Никуда он не отлетал, его артистизм, незатейливый юмор, добродушие и потрясающее сходство с отцом по-прежнему привлекали к себе сердца многих и гарантировали ему, в этом-то мы все были уверены, такую же, как у отца, актёрскую славу и всенародную любовь в будущем. Между прочим, Гришка почти не обиделся на резкие строки, что тоже говорит в его пользу. Он лишь подошёл к Юле, скорчил кровожадную рожу и спел с кавказским акцентом, свирепо вращая глазами «Изрублю его в мелкий шашлык, кабардинцу дам шпоры и, надвинув на брови башлык, я умчу тебя в горы». Он был напичкан песенками, репризами, монологами, репликами из десятков спектаклей и фильмов, умел с великолепным пародийным пафосом произносить к месту и не к месту фразы, происхождение которых вряд ли и сам знал, вроде вот этой «Молчи, слепой щенок, съешь сахара кусок». Нет, Гришка оставался Гришкой и по-прежнему задавал тон. А Женя, Женя был совсем-совсем другой. Юля писала, звали мальчика Шиферсом Женей, был он скромен, красив и неглуп, от ресниц его падали тени на красивые складочки губ. Тут все было точно. Его ресницы были совершенно необыкновенной длины и густоты, верхние соединялись с нижними и, наверное, мешали смотреть, потому что у Жени была привычка, когда он смотрел на собеседника, слегка откидывать голову и широко раскрывать глаза, словно для того, чтобы отделить верхние ресницы от нижней. Он был невысок, сложен чрезвычайно изящно, хотя при этом был достаточно спортивен, побеждал в беге на короткие дистанции, хорошо играл в волейбол, он был вежлив со старшими и с девочками, начитан, дисциплинирован, словом, обладал лучшими качествами мальчика из хорошей семьи. Обычно в лагере таким приходилось туго, они не вписывались в общепринятый стиль, поведение с розыгрышами, шуточками, иногда довольно грубыми. Если они не умели на все это ответить в том же духе, обижались, а то и ябедничали, над ними вершили суд и даже били. Женю, правда, не били, хотя вначале мальчишки к нему цеплялись, как к новенькому. Ядро плесковской публики знало друг друга чуть ли не со дня рождения. В Москве жили рядом, и в войну, в эвакуации, в Омске прожили бок о бок два года, и теперь в Плескове, в этом поместье театра Вахтангова, каждое лето проводили каникулы. С годами образовалось то, что принято называть своим кругом. Новеньких, оказавшихся вне этого круга, не то чтобы высокомерно отстраняли, но тут уж зависело от них самих, кто как себя поставит, сумеет ли войти в круг. Шиферс не заискивал, не подлаживался, не отвечал на подначки. Это расположило многих мальчишек в его пользу, и через какое-то время его оставили в покое. На родительский день к Шиферсу приехала мама, худая, сутулая, носатая, чёрная, как галка, привезла ему сушки, нанизанные на верёвочку. Мать с сыном сели в высокую траву за волейбольной площадкой и почти никуда с этого места не отлучались до вечера. Аня Горюнова, увидев Женькину маму, сказала, «Ой, какая страшная!» Валя Шахматова сказала, «Странно, что у такого сына такая мама. Мне она показалась очень старой. И с сегодняшнего дня эта женщина видится мне не старой и не страшной, а замученной, угнетённой, может быть, голодной. Не исключено, что побывавшей в заключении». Это был 1948 год. Кажется, она не имела к театру прямого отношения, может быть, была чьей-нибудь родственницей. Когда к вечеру автобусы с родителями уехали, и Женя со своими сушками, надетыми на шею, как ожерелье, шёл в свою палату, Гришка заступил ему дорогу и, пародируя Дружникова из фильма «Без вины виноватый», начал орать в своём стиле. «А бывают матери чувствительные, перед тем, как бросить на произвол судьбы своего ребёнка, они вешают ему на шею какую-нибудь безделушку». Женя остановился, поднял на Гришку свои огромные глаза под чищёбы ресниц, молча обошёл его и пошёл своей дорогой. И Гришка отстал. Возможно, в нём сработало чувство такта, а может быть, как прирождённый актёр он почувствовал, что тут сфальшивил. Многие девочки в Женю сходу влюбились. Одна написала ему записку с приглашением на свидание, но он не пришёл. Другая выцарапала на руке его имя. Каждая старалась хоть как-то обратить на себя его внимание. Младшие пожирали его глазами издали. Юля писала, «Его девочки все ревновали, только к ним равнодушен был он, и они до сих пор не узнали, в кого был этот Шиферс влюблён». Тут тоже был перехлёст. Ревновали, но не все. Например, наша палата отнеслась к Жене без всякой истеричности. Мы его подробно обсудили и пришли к выводу, что он нам объективно нравится и не столько даже внешне, сколько как человек. И что мы в него совершенно не влюблены. «А как вы думаете, сказала Ленка, в кого он может влюбиться?» Аня предположила, что в Наташку Тейс. «Если он в неё влюбится, воскликнула Валя, я перестану его уважать. Наташка Тейс совершенно пустая». «А пусть он влюбится в кого-нибудь из нашей палаты», сказала Аня. «Например, в Вальку. А что, Валька, попробуй». Валя задумалась, вероятно, прикидывая, стоит ли ей браться за такое щекотливое дело. Она была ответственная девочка и ко всему подходила очень серьёзно. Впоследствии она стала кандидатом технических наук, преподавателем вуза, доцентом, а пока отлично училась, много читала и любила обсуждать прочитанное с друзьями, в спорах отстаивая истину. Красавицей, как Наташка Тейс, она не была, но была вполне симпатичная, пряменькая, с двумя толстыми косами до пояса, с большими, серьёзными, карими глазами. Пожалуй, немножко портила её металлическая скобка на зубах для исправления прикуса. Такие скобки были тогда в новинку и вызывали у окружающих понятное желание поизощряться в насмешливых сравнениях, на которые Валя философски не реагировала. «Я не ручаюсь», сказала Валя, «но попробую, не потому, что он мне нравится, хотя объективно он мне нравится, а потому, что мы должны сделать всё, чтобы он не влюбился в Наташку Тейс». К Валяным положительным качествам нужно ещё добавить сильную волю, которую она всё время закаляла. Она, например, решила научиться есть лимона без сахара и научилась. У неё в организме не хватало витамина С, и родители дали ей с собой на всю первую смену 24 лимона, а сахар дать забыли. Каждый день после обеда, придя в палату, Валя вынимала лимон и съедала его. В родительский день мама привезла сахар, но он оказался уже не нужен. Валя так закалила волю, что ела лимоны, как яблоки, с кожурой и даже не морщилась. Или, например, она решила научиться играть в волейбол. Каждый день она выходила на площадку и упорно стояла в гробе все мячи, которые попадали ей в руки. Игроки гнали её с поля, болельщики свистели, но Валя не уходила, закаляя волю. Мы так и решили, пусть Женя влюбится, хоть в Валю, хоть в кого угодно, только не в Наташку Тейс. Но Шиферс не знал о нашем решении. И когда на следующий день нас повели в лес на прогулку, он присоединился именно к Наташке Тейс. Ну вот, сказала Ленка. Аня молча махнула рукой, давая понять, что она отказывается от дальнейшей борьбы. Но Валя решительным движением головы перекинула за спину косы и пошла вслед за Женей и Наташей. О том, что было дальше, она подробно рассказала нам в палате во время мертвого часа. Она настигла их на поляне, где они, болтая, собирали землянику. Валя втерлась между ними, отгородила Женю от Наташи и задала ему вопрос в упор. Ты любишь Маяковского? Женя захлопал ресницами и ответил. Да. А как ты считаешь? Не давая ему опомниться, задала следующий вопрос Валя. Маяковский гениальный или не гениальный? Я не знаю, ответил Женя. А как ты думаешь, продолжала Валя, что выше по идейному содержанию, стихи о советском паспорте или поэма во весь голос? Так, все больше вовлекая Женю в литературный диспут, она все дальше отводила его от Наташи. И та, поняв наконец, что красота бледнеет перед интеллектом, отстала. С прогулки Валя и Женя возвращались вместе. Валя говорила уже не о Маяковском, а о казахском поэте Джамбуле, которого она считала вторым по идейному значению после Маяковского и стихотворение которого о великом советском законе учила наизусть для вечера самодеятельности. Я славлю великий советский закон, проникновенно читала Валя, а Женя слушал, склонив голову. Закон, по которому радость приходит, закон, по которому степь плодородит, закон, по которому едут учиться дети аульные в школы столицы, закон, по которому все мы равны в созвездии братских республик страны. А как ты думаешь, Женя, какое слово лучше сделать ударным, братских или в созвездии? С этого дня их часто видели рядом, на скамейке, на пляже, на прогулке. Гришка, натыкаясь на них, воздевал руки и орал «О, закрой свои бледные ноги!» или еще какую-нибудь подобную чушь. Неостроумно, равнодушно отвечала Валя. Младшие дразнили их жених и невеста, телетели тесто. Вале было хоть бы что, на волейбольной площадке ей и не то кричали. Шиферсу, конечно, вряд ли это нравилось, но не исключено, что ему было интересно беседовать с Валей, он ведь тоже был начитанный и умный. Ленка, может быть, мучаясь тайной ревностью, спросила Валю, «У вас что, дружба или что?» «У меня к нему дружба», ответила Валя, «А что у него ко мне, пока не знаю». Чтобы еще больше укрепить дружбу, Валя теперь становилась на ту же сторону волейбольной площадки, на какой играл Женя. Пасовала только ему, но так как принимать ее пасовки было почти невозможно, Женя постоянно мазал и, в конце концов, не выдержав насмешек, совсем перестал играть. Валя же, как всегда, не сдалась и даже начала делать успехи. Потом произошел случай на речке. Девочки и мальчики купались вместе под присмотром вожатых. И однажды Валя, которая тогда еще не умела плавать, после этого она стала учиться и к концу смены научилась, оступилась на глубоком месте и наглоталась воды. Женя протянул Вале руку и вывел на отмель. В благодарность за спасение Валя пересела в столовой за его стол. О том, как Шиферс перенес это новое проявление дружбы, рассказал нам по секрету от Вали Мишка Горюнов. Будто бы Шиферс после обеда пришел в палату и рухнул на койку. «Спрячьте меня, ребята, а!» будто бы сказал он и накрыл голову подушкой. «Да ты дай ей по шее, чтобы отстала, и все!» сказал Гришка. «Как это? Девочки?» возмутился из-под подушки Женя. «Ну тогда любуйся на ее челюсть, будто бы сказал Гришка. «Зачем я полез ее спасать?» страдал Женя. «Там же воды было по грудь, она бы и так не утонула. Хочешь, я ее от тебя отважу?» будто бы предложил Гришка. «Да!» воскликнул Шиферс. «Только ты как-нибудь поделикатнее». Может быть, разговор был и не совсем такой. Однако, после вечерней линейки, когда спустили флаг, и вожатая скомандовала «Вольно разойдись!» Гришка подошел к Вале и сказал, «Слушай, что ты липнешь к Шиферсу? Влюбилась, что ли? Его уже тошнит от твоего джамбула». «Ты что?» крикнул Женя. «Я же просил поделикатнее». Он убежал за волейбольную площадку и долго там стоял, переживая за Валю, которую Гришка ославил на весь лагерь. И напрасно переживал. Лимоны без сахара и волейбольная площадка сделали свое дело. Валя только пожала плечами и ответила, «Странно, почему же он сам мне не сказал, что ему не нравится джамбу?» Гришка впоследствии стал очень хорошим артистом, хотя и не таким знаменитым, как его отец. Дослужился до народного РСФСР. Умер он в 1993 году. Женя поставил в середине 60-х несколько громко прозвучавших спектаклей в Москве и Ленинграде. Все они были запрещены как несоответствующие идеологическим партийным указаниям. Все, что он пытался ставить в театре и в кино, запрещалось. Лишенный возможности заниматься своей профессией, он устранился от официальной жизни и погрузился в изучение религиозной философии. Писал в стол романы, исследования об искусстве, эссе. Умер он в 1997 году в Москве. Парижская газета «Русская мысль» опубликовала некролог, где он был назван выдающимся мыслителем, уникальной фигурой современности. Евгений Львович Шиферс было сказано в некрологии, как монах в келье погрузился в освоение духовных пространств православной и буддийской философии. Он не изменил себе и при переходе власти к новой номенклатуре. Он не был обижен на ту власть, чтобы искать утешение у этой. Его жизненная позиция, как всё, что он написал, как каждое сказанное им слово, памятник человеческому достоинству. Вот это вот насчёт человеческого достоинства, это тоже одна из тем Анны Владимировны. Это вообще тема литературы, любая хорошая литература, именно человеческое достоинство. И в её книгах об этом очень хорошо, не впрямую, говорится. Это показывается, то есть в картинках, что мне очень нравится. Этим самым Григорий, этот самый Андреевич, по-моему, Абрикосов, самый знаменитый его фильм, если я не ошибаюсь, это, вероятно, человек родился, там, где он снимался. Но он в театре Вахтангово очень много играл. А вот его отец был замечательный, действительно, актёр, причём он был по амплуа герой. Но интересно вот что, что он играл героев как положительных, так и отрицательных, и сложных. Надо сказать, что этот самый Андрей Львович был первым Мелеховым в 1929 году в кино. И ещё в довоенном кино он снялся в очень раннем фильме Пырьева, который назывался «Партийный билет». И там он играл отрицательного кулака. Это тук, который пролез там куда-то, и значит, враг народа. И он так это, ну, соблазнительно играл. Он такой вообще был, ну, как бы, с таким мощным, отрицательным обаянием, что вообще-то в него можно было влюбиться. Этот фильм очень редко показывали в силу этого. И наоборот, положительный герой там исполнял вот Гурюнов, сын которого тоже тут участвует. Вот Гурюнов такой толстенький, всё такое, он там изо всей сил был серьёзен. Вообще, вот этот рассказ мне очень нравится у Анны Владимировны, потому именно, повторяю, что тут вот есть сюжет и внесюжетные вещи. И те, и другие, они соединены и связаны. И вот мы не видим противоречия между этой весёлой жизнью в лагере и таким вот концом, ранней смертью Абрикосова и в сущности ранней смертью Шиферса и всё такое. Тут каким-то путём это получается закономерно из этой весёлой, казалось бы, картинки. Это закольцовано просто. Я-то помню их детьми, ну, юными очень. Мне захотелось просто зафиксировать, какими они были тогда. И что тут ещё замечательно с моей точки зрения, то, что автор никого и ничего не разоблачает. Она просто показывает. А уж вы там сами разбирайтесь, чего, куда и как. Перенос осталось ещё буквально немного. Может быть, вы покажете вот прямо на камеру некоторые книги и что-нибудь про них скажете, если хотите, конечно. Меня везёт по жизни, как мне кажется. Окончив филологический факультет, я как-то изменила профессию и 15 лет работала в геологии. И первые мои книжки были о геологах. Первая книжка, но я её не схватила, «Жестокое солнце» о геологах калмыкии. Вот вторая книжка, «Деревянный тюлень». Это о мангышлаке. А потом, работая уже в геологических партиях, я стала писать о детстве. В общем, не то, что это не документальная проза, но, конечно, я всегда отталкивалась от собственного детства. И вот вторая моя книжка была, вот она такая растрёплена, «Разноцветные черепки». Это, значит, о детях. Потом, уже, когда мои дети стали достойны того, чтобы о них писать, я стала писать о школе их эпохи. Вот получилась книжка «Я и Костя, мой старший брат». Ещё жизнь меня столкнула с замечательными людьми в Грузии на геофизической станции в Букуриане. И я написала по мотивам вот жизни, той жизни «Мальчик и снег». Это детская книжка, но, значит, ну такая, для юношей. Вот. То есть, когда-то писали это для старшего или среднего школьного возраста, как они это обозначили, неважно? Да, ну это молодая гвардия. Это Дарнидгес, да? Да. Это молодая гвардия. Да, вот, это тоже молодая гвардия, но это молодая гвардия, она для таких, для среднего возраста. Вот книжка «Трудный экзамен о школьниках». Это тоже связано с моим детством и с детством уже моих детей. Вот это вот «Необыкновенная встреча». И эту книжку я люблю, она очень личностная такая, хотя не автобиографическая, частично тоже автобиографическая. Ну, например, там, это уже для малышей книжки я написала. «Прогулка под дождем» и «Лепешки на прутиках». Это про геологов такие детские рассказы, всякие байки. Вот такие. Ну, вот все, что я захватила с собой. Кроме того, у меня есть книги, которые я написала по рассказам замечательных двух женщин. Я их не захватила с собой. Одна называется «На колу-дозере». Эта судьба свела меня на колу-дозере в Карелии со старой крестьянкой, которая рассказала мне свою жизнь. А я ее записала и обработала, как могла, так вот. Замечательно рассказала. И книжку эту я написала году в 80-е. В общем, она ходила по всем журналам, ее возвращали, потому что она была непроходимой. но потом все-таки она вышла и немножко такая изрезанная, вот я хочу ее все-таки издать в первозданном виде. Это судьба русской крестьянки. Тяжелейшая, конечно, судьба. И еще книжка Соррелы. Это я тоже встретила женщину, которая тоже рассказала мне свою жизнь. Я ее уговаривала написать. Она говорит, я не могу написать, я не умею писать. Напишите. И вот я тоже... Соррелы это старейшая собственно актриса еврейского театра, да? Она недавно в Израиле умерла, я правильно понимаю? Да, 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 совершенно верно. Она написала свою жизнь. Это тоже история, в общем, это тоже эпоха 50-е годы, 30-е годы. Она была напечатана в журнале «Звезда», да? Да. Замечательные люди. Она рассказывает о Михоэлсе, о других о своем муже Левине, о своем муже Левине, да, погибшем в застенках. Ну и... И вот как-то 17 книг это на самом деле не так уж много за всю жизнь. Но я пишу только то, что я как-то выстрадала. Вот так вот просто... Просто так сесть и написать мне неинтересно. Чехов издал собрание сочинений, но я не думаю, что у Чехова было 17 книг, так что вы напрасно выйдете. Я думала, что у него было получше и побольше. Получше... И ставлю, а побольше не уверен. Он жил, правда, мало, это надо сказать. Да, в России надо долго жить. Ну вот. А это что за книжка? Я не... Это вы... А «Деревянный телень» это о нефтяниках Мангышла. А, это первая книжка, одна из первых, да? Ну, она третья вообще-то. Понятно. Понятно. Это совсем книжки детские, да? А это детские, это такие рассказики про геологов. В тайге там всякое. Понятно. Понятно. Ну что же. Ну что же. Вроде все успели. Вроде все успели. Даже у нас осталось еще пять минут, чтобы попрощаться, да? И все такое. И все такое. Я опять-таки хочу сказать о том, что, может быть, что мне очень нравится вот такой тип передачи, когда автор читает себя и предлагает свои тексты. Я, вот скажем, сейчас так не делается. Сейчас преимущественно все передачи делаются, если они литературные, то о текстах рассказывают. А мне не нужно рассказывать о текстах. Дайте мне текст. Тут вот недавно я слушал одну передачу некой авторши. Полчаса о ней говорили. А если бы мне дали хотя бы на три минуты, пол абзаца ее прозы, да? Я бы больше бы узнал, с кем я вообще имею дело. То есть это не рекламная передача, а это передача за тем, чтобы вы знали, как человек пишет, что он делает. Эта передача называется, условно говоря, товар лицом. Никакого другого товара у автора нет, кроме вот именно текста. Ну, у нас время уже, можно прощаться, да? Ну вот, до свидания. Это была передача Букинг. В ней принимала участие Анна Владимировна Масс. Вел эту передачу Эдуард Шульман. И я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok